Кирилл Гришин, научно-производственное предприятие Spinning Line Boats. Все верно? Все верно. Долго. Долго, но по существу. Кирилл, знаю, что ни один турнир не обходится без лодок, тем более такой турнир, как Джек Пари. С каждым годом мы отмечаем большой рост лодок, современных лодок, удобных лодок, на которых спортсмены выходят на акваторию и показывают какие-то результаты. Как ты можешь прокомментировать то, что происходит вообще с лодочным парком участников? Андрей, в этом году я бегнул своим списком из 130 зарегистрированных команд посчитал 17 экипажей на своих лодках. На лодках, которые построены на вашем верфи. Понятно, многие лодки переезжают из других регионов, в частности, на мои спиннинг-кланды. То есть, там, на ростовские ребята, с Тюмени приехали ребята. Монсенс, да? Это отчасти мне очень приятно. Огромный процент лодок здесь компанией Сменинг-кланды. Потому что удобно, качественно, надежно. Ну, без сомнений, на каждом турнире вы показываете какие-то новинки, и они есть каждый год, что не может не радовать. Это говорит о том, что... Да, проект развивается. Да, развивается. Что нас ждет, вот, скажем, в новом сезоне? Сейчас вот что-то уже сделано в 16-м году, да? Я знаю, что есть какая-то новинка, расскажи о ней. И что нас ждет в 17-м? Новинка прошлогодней, это было 535-й катер. И в этом году мы презентовали на Аджек-Паре 2016 катер 480. Это некий рестайлинг катер 470. Вот это самая популярная модель, да? Да, да, самая популярная модель. Мы выслушали огромное количество мнений, простудировали огромное количество форумных страниц и выбрали те пожелания клиентов, которые вы хотели бы исправить. То есть... В основном в чем они заключаются? Что стало скатером? Он стал, как пит, шире, выпрямлен нос, добавлен немножко размер, то есть он стал немножко подлиннейше. Стал, так скажем, более удобный для рыбалки. То есть там много-много перечислений, но в целом я могу сказать, мы его сделали намного удобнее, доступнее для рыбалки. И еще больше. При этом сохранили традиционные обводы. Да, мы сохранили полностью традиционные обводы. Мы их немного улучшили, потому что сейчас современная техника позволяет это просчитывать на компьютерах, делать модельные испытания, на самом деле. И этот катер показывает это, то есть увеличилась немного скорость, при том же весе, который остался, был в предыдущем корпусе. И материал сейчас современный. То есть мы катеру сделали больше, но при этом оставили массу корпуса. Ну да, скорость, в том числе, максимальная скорость напрямую зависит от этого параметра тоже. Масса это как бы, это всем известно. Но и за счет обводов немного измененных прибавили немного скорости. Что нам ждать в семнадцатом году, скажи? Андрей, о... Приоткрою зависть. Нам интересно, продолжится ли работа над большой лодкой, над 535-й лодкой, 535-й лодкой, которая пока есть, как я понимаю, в одном экземпляре. У нас на ней выступает тест-пилот, вернее, тестирует, так скажем, эту лодку. Мы выслушаем его пожелания, доработки. Ну и как бы это для нее тестовый сезон. Она вообще наша, так скажем, первенница, ну не первенница, так скажем, осознанная первенница. Ну да, уходить в большие размеры всегда сложно. Очень-очень сложно. Это очень такой тонкий сегмент рынка, потому что и покупатель здесь уже очень придирчивый. И ценовая ниша, другая. И ценовая ниша придирчивая. Поэтому, чтобы выпустить пока его в свет, мы ее тестируем сначала сами год. Опять же, много изменений будет в ней сделано. Выслушено огромное количество изменений, пожеланий людей. И часто с человеком, который управляет ей. И в итоге, я надеюсь, что зимой мы начнем принимать заказ на эту лодку. То есть в семнадцатом году есть надежда увидеть эту лодку в свободном продаже в Севере? Мы лодку засертифицировали, прошли эти ужасные круги. По новым правилам сертификации она полностью соответствует... Всем требованиям ИСО. Нет, там не ИСО, там в Сосемь, там можно в Союз. Но лодка готова, как бы, для использования в этом. Это как бы будет новинка. Я надеюсь, что мы успеем засертифицировать так же. В 480-ю. И если нам повезет, то уже в зиму мы будем принимать на нее заказы. Кирилл, окей, давай вернемся к этому турниру. Вот совсем немножко времени осталось до подведения финальных итогов. Как ты думаешь, что произойдет с главным призом, с красавцем, с пеннинглайном в этом году? Кому достанется катер? Смотри, я уже на этом турнире третий год. И два раза подряд еще, по-моему, никто не выиграл турнир этот. В прошлом году катер уехал в Москву. В этом году я очень надеюсь, что он едет куда-нибудь еще подальше. Нам нужны новые лица, нужны новые победители на турнире. Это должно быть. Мы узнаем об этом буквально через один день. Остался всего лишь один этап, и после этого подведутся итоги. Я надеюсь, ваша лодка порадует рыбаков в новом сезоне, где-нибудь далеко, там, куда еще вы потихоньку, но не добрались. А тебя, надеюсь, увидеть здесь через год, на турнир Джекпари 2017. Надеюсь, вы порадуете нас какими-то новинками, а может быть, жестоковой версией 535-й лодки. Рад вас оболтать. Всего вам хорошего. Всего доброго. До свидания.